Благословите друг друга, вы благовестник, спасающий эпоху. Наслаждайтесь миром Божьим и давайте вместе взирать на дела, которые совершает Господь. Господь, Он дал нам Евангелие, дал нам благословение жизни, и время благослужения — это также время, когда мы можем наслаждаться этим благословением и восстанавливать это благословение в нашей жизни. И также это время, когда мы обретаем силу для того, чтобы передать это благословение нашим потомкам. Мы знаем, что Израиль находился в течение 430 лет в Египте. И, находясь там, многие из них также, мы знаем, что они уже привыкли там, находясь там, они уже привыкли быть в таком состоянии, в состоянии рабства. Поэтому то, что фараон, он ожесточил свое сердце, и то, что у них были более и более сложные условия для жизни, то это своего рода и проблема для них, но в то же время было и как благословение для них, потому что иначе они бы не захотели бы выходить. Они бы не захотели выходить из Египта. И когда мы уже смотрим, когда уже пришло время для того, чтобы для них выходить из Египта, то мы видим, что... Как дьявол действовал так же тогда. Мы видим, что через фараона дьявол, он понимал, что у Бога есть план, и Бог желает народ Израиля... Через народ Израиля Бог желает дать благословение этому миру, поэтому он приказал убить всех младенцев тогда, потому что он понимал, что у Бога есть план, и он знал то слово, которое Бог сказал о отношении семьи и жены. То есть он не понимал до конца, дьявол, что в чем это заключается, но он опасался, поэтому он приказал убивать всех младенцев мужского пола. И это не единожды так же было. И когда Иисус Христос уже был рожден, то же самое Ирод, слыша, что придет царь, царь иудейский рождается. И когда трое мудрецов тогда пришли, и что сделал тогда Ирод? Он принял их, этих трех мудрецов, и услышав от них, что все рожден царь иудейский, он тоже сказал, «О, я тоже хочу пойти и прославить его, и проведите меня туда». Но Бог тогда, конечно же, не допустил такого. В итоге, что сделал Ирод? Эти три мудреца, они пошли своей дорогой, они не показали ему где. А Ирод, он приказал убить опять-таки всех младенцев, которые младше двух лет возраста. То есть это тоже действительно страшное действие, так как точно так же дьявол, он и сейчас действует таким образом, чтобы уничтожать следующее поколение. То есть тут в действительности не просто дьявол, он желает как бы остановить Христа, но он желает уничтожить также и следующее поколение, как и во время Малисея тогда, как и во время, когда Иисус Христос был рожден. То есть целью дьявола — это остановить Евангелие. И одним из способов остановить Евангелие — это уничтожить следующее поколение. Чтобы они не знали Бога, чтобы или физически уничтожить, или же чтобы они не знали, кто такой Бог, чтобы они знали, какие действия Бог совершил в нашей жизни. И мы видим, в мире сейчас точно так же получается через Исполинов, движение Исполинов, о котором мы говорим. То есть это культура, которая сейчас завоевывает Европу, завоевывает Америку, проникает в Корею, вообще во все страны этого мира. Потому что дьявол использует сильные страны для того, чтобы через них влиять на ту идею. И по разным способам он находит эти моменты. Но целью его — это уничтожить следующее поколение. Если не физически, то чтобы они не имели веры, не имели понимания, не имели будущего. И мы видим в отношении израильского народа так же, что постоянно приходили бедствия, начинались войны. Всегда, когда они упускали свой завет, когда они забывали Бога, когда упускали свое предназначение. И поэтому сейчас точно так же случаются войны, случаются катастрофы, какие-то неудачи постоянные повторяются. И в нашей жизни точно так же происходят такие моменты, когда мы упускаем благую весть, когда мы упускаем Евангелие, и когда мы концентрируемся на чем-то видимом, когда мы попадаем в видимое, мы видим, что в 10 стихе сказано, что когда весь народ отошел к отцам своим, то восстал другое поколение. Другой род, это я имею в виду следующее поколение, которое не знало Господа, и дел, которое Он делал Израилю. Поэтому проблема в чем, что когда следующее поколение терпит неудачу, терпит поражение, то это отчасти, даже не отчасти, это и есть наша вина. Потому что это означает, мы не передали благую весть, мы не передали Евангелие, не передали Завет. И поэтому, смотря на историю Израиля, для чего нам написан Ветхий Завет? Это как тень. Ветхий Завет, и все это, это как тень Иисуса Христа, это как тень уже предыдущих благословений, тогда это как говорилось. То есть наша жизнь сейчас, когда мы живем, мы смотрим на Ветхий Завет, и мы можем анализировать себя. Мы можем понимать, каким образом в нашей жизни, почему в нашей жизни случаются проблемы, каким образом Бог желает, чтобы мы с вами жили, и какие проблемы, каким причинам они приходят, и как эти проблемы, как вообще восстановить, восстановить все, восстановить себя, восстановить нашу жизнь, и каким образом может восстановиться будущее также. Это все можно, возможно, только через движение Благой Вести, движение Евангелия. Когда мы помним про Самуила, что сказано было, что во время того, когда он был судьей, то не было даже войн никаких. Почему? Потому что во время его правления, когда он был судьей, то всегда провозглашалось Слово. Точно так же Иисус Навин сказано, что уже после того, как Иисус Навин уже отошел, и все люди, которые рядом с ним были, то пришли те новое поколение, которые не знали, кто есть Бог точно, и не знали, что Бог сделал. Поэтому нам что нужно сделать? Нам нужно с вами сделать так, чтобы мы знали, познали Бога, и мы могли передать нашим следующему поколению, чтобы они также знали Бога. Сделать так, чтобы они знали и испытали Божье действие в своей жизни, чтобы они не просто знали знания, кто есть Бог, а чтобы они действительно могли, наши дети, наши потомки, могли испытать, испытать силу Божью, испытать то, что есть Бог. Поэтому если мы будем знать Бога, если мы будем знать дела Божьи, то это означает, что все остальное, то есть это означает, что движение Евангелия будет продолжаться, и это означает, что благословения Божьи также будут продолжаться. Поэтому нам нужно знать, кто является, каким Богом является наш Бог. Наш Бог, Он есть Тот, Который не ограничен, Ничем, Который имеет всю силу и всю власть, Который не ограничен ни временем, ни пространством, и вся сила и вся власть принадлежит Ему. И Бог, Он есть тем, кто знает нашу жизнь, кто знает будущее, потому что Он есть Творцом, и точно мы знаем, что все, что происходит, наша жизнь также в руках Бога находится. Поэтому нам нужно довериться Богу, нам нужно найти и идти тем путем, который Бог для нас приготовил, чтобы мы смогли с вами выявить те все благословения, которые Бог для нас также приготовил, и выявить ту миссию, которую Бог имеет для нас. Потому что Бог, призывая, Он имеет для нас миссию, имеет план, определенный для нас, для нашу жизнь, чтобы вместе с нами делать и творить новые дела. Как мы сказали, смотри, дела, которые творит Господь. Бог желает вот эти дела новые творить вместе с нами. И поэтому нам необходимо с вами наслаждаться этим призванием, выявить свою миссию, чтобы мы смогли также передать, и чтобы наши дети, они могли видеть, какое действие Бог производит в наших жизнях. Чтобы мы могли сами это видеть, и тогда и наши дети, они также, наши потомки, будут видеть, что действительно Бог действует в моей жизни. И смогли испытать это все. Бог, Он не просто Бог, Он приединый Бог. И Он и сейчас действует через Слово Своё, производит действия спасения, и Святым Духом действует уже в спасенных людях. И Бог, Он еще до сотворения мира, Он уже приготовил план спасения, потому что Он предвидел, что есть такой вариант, есть такая возможность, есть такая опасность, или один из возможных вариантов, что люди, они отойдут от Бога. Поэтому Бог, Он уже до сотворения мира, у Него был приготовлен план спасения, как спасти людей. Поэтому и сотворил Он таким образом, чтобы и заключил завет. И этот завет, он, как бы сказать, исходит от Бога. И Бог, Он есть тем, кто дает этот завет. Поэтому Бог, если этот завет упускается или теряется, Он может прийти, Он может вновь прийти и восстановить этот завет. То, что мы видели, то, что мы испытали, когда Адам и Ева, они согрешили, то Бог, Он пришел и сказал, семя жены согрушит змея в голову. То есть, Он уже приготовил это еще до сотворения мира, и, как сказано, Христа, Агнца, Он заклал уже до сотворения мира. То есть, Бог, Он совершил спасение уже через Иисуса Христа, и через Иисуса Христа мы получили с вами восстановление того образа, который Бог изначально сотворил. И внутри нас уже, после того момента, как мы приняли Иисуса Христа, происходит действие восстановления нас. То есть, мы, видимо, и тело наше, и наша сущность еще ветхая остается, старая. Но, приняв Иисуса Христа, из нашего духа, изнутри мы начинаем преображаться в образ Божий. Мы начинаем постепенно обновляться. Свет уже Божий просвещает нас. Мы начинаем видеть внутри нас, что есть внутри нас, кто мы есть, что есть ненужное внутри нас, от чего мы зависим, где какие-то сатана нас в чем зацепил и за что нас держит. И мы начинаем это видеть, и мы начинаем постепенно обретать силу, чтобы это все исцеляться от этого, обрезать это все то, что ненужное. Потому что мы видим, что наш Бог, как в Евангелии от Луки, 11 глава, 13 стих, там сказано, что действительно важность Духа Святого. Он сказал, даже вы, когда вы бываете злые или в чем-то не то, то вы даете своим детям, когда они просят то доброе. Потому что точно так же Бог, Он наш Небесный Отец, Он даст нам Духа Святого, когда мы будем просить Его. Поэтому сейчас уже после того, как мы приняли Иисуса Христа, мы уже не одни, мы уже не тот ветхий человек, которым мы живем. Дух Святой внутри нас уже живет, Дух Святой внутри нас действует, Он нам напоминает Слово, Он нам напоминает, кто мы есть. Мы, когда просим, Он дает нам силу для того, чтобы в искушениях, которые приходят в нашу жизнь, в конфликтах, которые могут случаться, давать нам силу преодолевать это все. Давать силу, дает силу для того, чтобы мы не впадали в это все. Вот этот образ Божий, он в нас внутри обновляется. И вот это благословение, которое Бог нам дал, что Он сотворил нас по образу Божьему, вот это благословение, что Он сказал, владеетесь, размножайтесь, наполняйте землю, управляйте и владычествуйте нею. Это тоже благословение восстанавливается в нашей жизни. Потому что Бог точно такой же, точно так же, как Он был, когда сотворил Адама и Еву, точно так же и сейчас Он. Как тогда Бог сотворил их и дал им благословение такое, управлять и владычествовать, точно так же Бог и сейчас желает, чтобы через нас благословения Божьи сходили на эту землю, чтобы мы управляли и владычествовали, соответственно, принципам Божьим. Поэтому и говорится, что Царство Божье не там и где-то есть. Царство Божье, оно есть внутри нас. То есть, когда мы живем с вами, руководствуясь неправилами, привычками, стандартами, законами какими-то этого мира, а мы руководствуемся Словом Божьим и принципами и законами Царства Божьего, то мы естественным образом исполняем и все те законы, которые в этом мире есть, потому что все Божьи правила, все Божьи принципы, они являются благими, хорошими для нас и для всех людей, для всего живого в мире. И Бог у нас призвал. Теперь, для того, чтобы восстановить Царство Божье на этой земле, Он сказал, что вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел для того, чтобы возглашать превосходство, призвавшего вас из тьмы, в чудный свой свет. Для того, чтобы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы, в чудный свой свет. Поэтому мы с вами уже не просто какие-то люди, не просто так живущие вы на этой земле, и Бог, Он назвал нас царственным священством для того, чтобы через нас, для того, чтобы вместе с нами Царство Божье восстанавливалось на этой земле. Потому что после грехопадения уже есть Царство Дьявола, Он есть Дух Господствующий в воздухе, есть Царство этого мира, там, где правят люди по своим желаниям, по своим мотивам, по своим мыслям, по своим стандартам, и есть Царство Божье, которое мы просим, когда мы молимся в Отче наше. Да будет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небе, так и на земле. Поэтому очень важно, как мы в прошлой неделе говорили, вести духовную борьбу, вести духовную борьбу с дьяволом, и нам самим вести в духовную борьбу, чтобы наслаждаться Евангелием. Поэтому это благословение, которое нам нужно наслаждаться. Мы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел для того, чтобы возвещать совершенство преслашивого нас и стены в чудный Божий свет. И это нам нужно запечатлеть в себе, это нам нужно наслаждаться, и это нужно передать и запечатлеть в наших детях в следующем поколении. Мы с вами живем не просто так, чтобы кушать, чтобы пить, чтобы... Это не является действительно жизнью на этой земле. Кушать, одеваться во что-то. Это все, естественно, это все то, что придет, это то, что естественным образом будет в нашей жизни. Нам с вами нужно следовать Слову Божьему, получать руководство Святого Духа. Нам нужно знать Бога, потому что незнание Бога — это есть проблема. От незнания Бога и от непонимания, из-за того, что нет общения с Богом, мы не обретаем силу от Бога, то живем по своим мыслям, по своим мотивам, впадаем в конфликты, приходят трудности, проблемы из-за этого, войны приходят, люди ссорятся друг с другом, приходит разделение внутри семьи. То есть все это, все это приходит как результат того, что люди не знают Бога, не получают силу от Бога, и поэтому таким образом случаются проблемы. Почему? Потому что сказано, что пришло поколение, которое не знает, не знало Бога, и не знало дел Его, какие Он делал. Вот поэтому нам с вами нужно восстановить себя в Иисусе Христе, наслаждаться Богом, и чтобы мы сами знали, какие дела Бог совершает в нашей жизни, и чтобы это стало видимым для следующего поколения, что Бог — Он живой и действенный, что Он дает силу, что Он восстанавливает, чтобы наше следующее поколение, наши дети, наши внуки, они могли увидеть, что действительно Бог живой и действенный, и что Слово Божье живое и действенное, и что силу мы обретаем в Слове, что благословения приходят через Слово, и мы с вами сами являемся источниками благословения. Потому что мы видим, что 5 глава Римлян 12 стих сказано, что потому как грех вошел в мир через одного человека, так и смерть через грех вошла ко всем людям, потому что все согрешили. Мы должны понимать, что все, все люди через одного Адама, так как мы все потомками Адама являемся, все мы стали, все мы уже находимся во грехе, то есть мы рождаемся уже разделенными с Богом, и поэтому нам нужно, мы с вами силами этого тоже не можем решить, ни проблему греха, ни проблему дьявола, ни проблему разделения с Богом. Поэтому Бог, Он нам дал вот это вот благословение благодати, благословение и завет благодати, что мы не своими силами, но что, как сказано в Бытие 3.15, что семя жены придет и сокрушит сокрушит тебя в голову. Это то, что Он сказал дьяволу. Поэтому мы также вот это вот должны понять, ни по нашим каким-то силам, ни по нашим каким-то стараниям, но по благодати мы получили спасение. И теперь точно так же нам нужно с вами жить не просто религиозной жизнью что-то пытаться доказать, но в то же время нам не нужно жить просто жизнью мирской. Думая, что я уже спасен, все хорошо. Да, спасен, все хорошо, но нам нужно найти, что Бог хочет сделать вместе со мной на этой земле, через меня на этой земле. Какую миссию Бог приготовил для меня и для моей семьи и для моей семейной линии. Посмотрите, сказано, что о благословении, и вот знамение, что Дева, то есть, мы говорим, как Дева Мария, Девственница, что она что она даст родить сына, и вы наречете ему имя, Иммануил. Иммануил, это означает Бог вместе с нами. Вот это есть желание Бога быть вместе с нами, восстановить вот это первоначальное, изначальное благословение, чтобы мы этим благословением наслаждались, чтобы это запечатлилось в нас и в наших детях тоже, чтобы Бог, Он вместе с нами. И Он желает не просто так быть, Он желает действовать, творить, благословлять нас и через нас, других людей. Поэтому вот это наша задача, быть источниками благословения на этой земле и наслаждаться вот этой властью, силой, этим благословением, что семя жены сокрушило дьявола в голову и что Иисус Вистос, это и есть тот Иммануил. Это и есть благословение Иммануила, Бог вместе со мной, Бог вместе с нами. И Бог, Он обещал это, еще изначально обещал это, и это обещание совершилось. И мы видим, что это благословение не просто совершилось, что Иисус, Он пришел и на кресте совершил все то, что необходимо, освободил нас, умер на кресте, освободил нас от власти дьявола, потому что Христос — это не просто имя, не просто Иисус Христос, мы говорим. Иисус является Христом, Иисус стал Христом и Иисус есть Христом. Иисус, который родился от Девы Марии, который является абсолютно богным, абсолютно человеком, Он выполнил работу Христа. Он решил, разрешил проблему греха, умерев на кресте. Он сокрушил власть дьявола, сокрушил дела дьявола, как истинный пророк, как истинный священник, как истинный царь, как царь сокрушил дела дьявола, как священник, решил проблему греха, и как пророк, Он открыл двери, открыл нам путь быть вместе с Богом, чтобы Дух Святой мог вновь войти в нас. Поэтому сказано, Иоанна 14, 6 стих, «Я есть путь и истинной жизни, никто не приходит к Отцу, как только через меня». Поэтому христианство – это не просто какая-то религия, это не просто какое-то общественное движение, это не просто философия какая-то. Христианство по-настоящему – это есть жизнь. Потому что начало всего, когда Бог сотворил человека, Он вдохнул дыхание жизни. Иисус Христос также, когда, перед тем, как возносился, когда Он уже встретился после Его Своего Воскресения с учениками, Он, когда увидел их, Он, сказано, Он дунул дыхание, и Он сказал, «Приимите, примите Дух Коши». Поэтому Святой Дух – это и есть дыхание жизни внутри нас. Поэтому нам необходимо с вами знать Иисуса Христа. Нам необходимо знать, кто есть Иисус, знать, кто есть Христос, и испытывать и наслаждаться этим благословением. И мы с вами, Иоанна 1, глава 12, стих, сказано, что тем, кто уверовали в Него, тем, кто приняли Его, Он дал власть быть чадами Божьими. Поэтому наша жизнь – это не просто мы получили спасение и не просто разрешили проблему греха. Нам дана власть быть чадами Божьими. Не просто статус, не просто благословение, а власть быть чадами Божьими. То есть, смотрите, мы не просто так в Библии это написали, не просто так написали. Власть. Это означает, действительно, мы имеем власть, и мы чады Божьи, и эта власть, это означает, у нас есть определенное, как бы сказать, не то чтобы обязательство, есть определенное дело, которое нам необходимо делать. То есть, эта власть, она должна быть применяться. Не просто же так это нам дано. Для чего нам дана эта власть? А потому что мы живем на этой еще земле, мы остаемся на этой земле, которая находится под действием, под влиянием дьявола. В нашей жизни также из поколения в поколение те силы тьмы, которые действовали, они также приходят и пытаются на нас искушать, пытаются нас атаковать, пытаются разрушать жизни людей. Поэтому нам необходимо вести духовную войну против сил тьмы. И также, мы также должны понимать, что мы, во имя Иисуса Христа, сказано, доселе вы не просили, но теперь просите, и будет дано вам, чтобы радость была ваша совершенна. Нам дана власть молиться во имя Иисуса Христа и получать ответы. Потому что Бог желает, чтобы через нас благословения Божьи сходили на эту землю, чтобы мы, выявив, что Бог желает через нас делать, через служение наше, мы можем работать на работах, мы можем быть в компании, мы можем быть в церкви, мы можем быть абсолютно кем угодно в этом мире. Но это, мы должны выявить, что является нашей миссией. Может быть, через это место работы, где я нахожусь, через мою специализацию, через мой талант какой-то, я смогу что-то сделать, какой-то контент, что-то создать, какой-то шедевр определенный, который повлияет на людей. Может быть, я просто буду работать на работе, но Бог на этой работе будет прилагать ко мне людей, за которых мне нужно молиться, которых мне нужно благословлять и сокрушать силы тьмы, как на этом месте, где я нахожусь, где мое место работы находится. То есть, нужно молиться, нужно выявлять, что есть Божье желание, что Бог хочет. Потому что Бог желает благословлять. Бог желает восстанавливать Царствие Свое на этой земле. Бог желает, чтобы люди знали Бога, чтобы люди знали Христа и понимали, что жизнь с Богом — это благословение. Поэтому мое прошлое нужно проверить, посмотреть свое прошлое. И прошлое нужно сделать основанием. Нужно через глаза Евангелия посмотреть свое прошлое, увидеть, где я был, с кем я находился, какие встречи были. Может быть, какие-то раны я получил, но эти раны — это что-то, что... Это тоже нужно выявить, что Бог желает таких же людей, как я, исцелять. Поэтому мне нужно получить исцеление, силу от Бога, преодолеть что-то, что, может быть, препятствует мне, чтобы я мог помочь другим людям. Поэтому, когда мы смотрим к Колоссянам, 2 глава, 2 стих, там сказано, что Бог желает, чтобы наши сердца утешились и чтобы мы были соединены в любви для всякого богатства, совершенного разумения и для познания тайны Бога и Отца Христа, в котором сокрыты все сокровища и премудрости видения. То есть, вот это и есть желание Бога, чтобы дать утешение нашим сердцам и чтобы в нас была любовь Божья, и между нами также была любовь Божья, потому что мы есть братья и сестры в Иисусе Христе. Поэтому, что нам необходимо сделать? Какой результат? Нам необходимо с вами остановить наступающие, повторяющиеся проклятия, повторяющиеся катастрофы, все эти проблемы, которые приходят из поколения в поколение. Потому что в действительности, что мы видим? Есть благая весть, вот даже смотрим, например, почему Соединенные Штаты Америки, почему Европа, в таких проблемах находятся. Потому что они упустили это благая весть и не передали это следующему поколению. Давайте посмотрим также на Судии, 1 глава, 25 стих. Что там сказано? Там сказано, что в те дни не было царя у Израиля, и каждое дело то, что ему казалось справедливым, и то, что ему казалось хорошим. То есть, что получается? Каждое дело то, что ему считается правильным. 100 человекей, значит, 100 различных мыслей. 10 тысяч человек будет 10 тысяч разных мыслей. И когда, помните, была ситуация, когда в отношении Иерихона, когда было 2 миллиона человек там маршировало вокруг Иерихона, Бог сказал, ничего не говорить, молча, вообще ничего не нужно говорить, молча ходите. Почему? Потому что если люди начнут свои мысли говорить, а что мы ходим вокруг этой стены, как можно, чтобы эта стена разрушилась, сколько можно ходить, почему Бог-то, это все будут мысли, сомнения, неверия, какие-то, давайте скажет кто-то, давайте, может, попробуем там лестницы поставить, или камни поставить, или огни, огонь зажечь, или еще что-то. Бог поэтому сказал, вообще ничего не говорить, и ходить. Потому что если мы будем жить в соответствии с нашими человеческим представлениями, со стандартами этого мира, то в любом случае придет поражение, то в любом случае потерпим неудачу. Потому что жить по своим мыслям мы не сможем в этом мире действительно быть, и мы не сможем преодолеть трудности, преодолеть конфликты, преодолеть все, что... И даже наоборот, если мы будем жить по своим мыслям, вот эти трудности, конфликты и проблемы, они будут появляться. Они и появляются, потому что люди все... Почему это все войны случаются, почему конфликты случаются в семьях, почему все эти катастрофы случаются в мире? Изначально глобально посмотреть, потому что Адам и Ева, они отошли от Бога, и все эти начались проклятия. И сейчас можно было бы лучше жить, можно было бы по-другому жить даже на земле, даже в этой грехопадшем мире. Но люди живут по своим мыслям, создают религии, создают идеологии, создают философии. В семьях внутри также есть определенные правила, какие-то идеологии семейные. И это приносит проблемы, приносит несчастье, приносит конфликты, приносит трудности, приносит проклятия, разрушения. Люди мучают друг друга, живут. И дьявол также использует это. Дьявол также проникает и также, потому что его целью является остановить совершенным образом Евангелие. Разрушить полностью веру в Бога, в Иисуса Христа, в людях. Чтобы люди совершенно образом забыли о Боге, чтобы Он стал, взял вот этим, потому что Он желает, сказано еще про Него изначально, в Верхом Завете, в книгах в Иезеки, или в Исаии, что воздвигнул Мой престол выше звезд Божьих и буду подобен Всевышнему. Он желает быть правителем земли, правителем мира. Посмотрите, также судьи, вторая глава. Что там сказано? Судьям, вторая глава, одиннадцатый стих. Одиннадцатый стих. Там сказано, что тогда сыны Израилевы стали делать злое пред отчами Господа и стали служить Ваалу. Оставили Господа отцов своих, который вывел их из земли египетской, и обратились к другим богам, богам народов, окружающих их, и стали поклоняться им и раздражали Господа. И оставили Господа, и стали служить Ваалу и Астартам. Вы знаете даже, насколько это вообще, если не знаете, или вы не считали, то прочитайте, что это было за служение Ваалу и Астарте. Это было жертвоприношение детей, было жертвоприношение девушек, женщин. Первый род, если у вас рождается сын, то его нужно было, первого своего ребенка, нужно было убить, нужно было умертвить на жертвенники Ваалу, чтобы потом получать благословение дальнейшее. То есть это вообще просто ужасное, вообще не вкладывающееся в ум вот эти все языческие обряды, языческие верования. И вот это начал делать Израиль. И вот что мы дальше видим? И воспылал днев Господний на Израиле и предал их в руки грабителей, грабили их, и предал их в руки врагов, окружающих их, и не могли уже устоять перед врагами своими. Куда они не пойдут, в рука Господня везде была им во зло. Как говорил им Господь, и как клялся им Господь, и им было весьма тесно. Что это означает? Бог, Он перестал их защищать, перестал их благословлять, предал их в руки грабителей. Это означает просто, Он перестал охранять их и защищать. Проклятие это не означает, Бог что-то зло делает. Проклятие это означает, Бог просто убирает руки свои и перестает благословлять, и перестает защищать. И все, этого достаточно. И начинаются трудности, проблемы, бедствия, начинаются в жизни людей. Поэтому на этой земле, сейчас в наше время, точно так же есть семьи, есть личности индивидуальные, индивидуумы, есть личности, есть семьи, есть народы, целые нации на земле, которые находятся в проклятии, из-за которых проклятие приходит также в жизни других людей. Почему это случается? Потому что люди упустили, упускают Евангелие. Лично я, личности, индивидуумы, упускающие Евангелие, страдают, и из-за них приходят проклятия и в их жизнь, и через них в жизни других людей. Целые семьи, семейные линии, целые народы, и они становятся оружием в руках дьявола в итоге. Потому что они отказались от Бога, не захотели принимать Евангелие, отказались от благовести, и поэтому страдают сами, и страдают люди другие из-за них. Это те народы, из-за которых приходят бедствия на эту землю. Поэтому, что необходимо, нужно восстановить Евангелие. Нам, лично с вами, каждому из нас, нужно иметь время с Богом. Нам нужно перестать оправдываться, перестать искать оправдания в чем-то. Нам нужно с вами концентрировать свое внимание на слове. Не искать утешения в чем-то другом, или силы в чем-то другом, или не смотреть на то, как люди на меня смотрят, или что бы вообще ни было. Никаких оправданий, никаких, никаких ничего другого не нужно. Только Христос. Искать силы только в Слове Божьем. Учить свою душу, тренировать свою душу в трудностях, в проблемах, обращаться к Богу. Восстанавливать вот эту силу, которую... Потому что мы не просто какие-то такие, не знаю, хлюпики какие-то. Мы часто, может быть, живем в этом мире. Да, есть давление этого мира. Да, сатана не отпускает. Да, он действует. Но мы уже с вами чадо света. Свет внутри нас есть. Мы уже новое творение в Иисусе Христе. Поэтому вот этими благословениями нам нужно с вами наслаждаться. Только Евангелие, только Христос должен быть в нашем сердце. И тогда мы с вами сможем быть, стать свидетелями и быть с вами людьми, которые оживотворят следующее поколение. Потому что, смотрите, опять-таки мы говорим, в Европе упустили это благословение. Как вот сказано в сегодняшнем Слове, после Иисуса Навина пришло поколение, которое не знало Бога. Точно так же в Европе пришли уже новое поколение. Мы видим, почему все эти грязные дела творятся и в Европе, и в Америке. Потому что пришло поколение, которое уже не знает Бога. Поэтому церкви в Европе пустые, и поэтому благословения закончились. Закончились благословения той эпохи. Но Бог благословляет ту страну, тех людей, которые держатся за Евангелие, хотят восстанавливать. Теперь пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа, который разрешил все проблемы на кресте, также любовь Бога Отца, также действия, наполнение Духом Святым. Пусть пребудет над всеми людьми, которые желают вести движение Благовести, которые желают восстановить свои жизни, благословения Благовести, благословения Силы Божьей, которые желают передать этот завет следующему поколению. Пусть пребудет отныне и вовек.